МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в России и странах СНГ, бывших союзных республиках, отмечается День памяти и скорби. В этот день, 74 года назад, гитлеровская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Начался самый кровопролитный этап Второй мировой войны. Великая Отечественная. Во всех уголках нашей Родины вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы. Первыми удар хорошо организованный и технически оснащенный фашистской армии приняли Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика. В первые две недели войны потери с нашей стороны превысили 750 тысяч человек. К концу 41-го года без вести пропали почти 3 миллиона человек из 5 миллионов, приходящихся на все годы войны. Впервые общие потери Советского Союза были подсчитаны в 46-м году. Около 12 миллионов человек. Спустя 15 лет была названа другая цифра – почти 20 миллионов. Сегодня большинство ученых-историков склоняются к тому, что в годы Великой Отечественной погибли на поле боя, умерли от ран, болезни, голода и холода, замучено в лагерях, уничтожено на оккупированных территориях почти 30 миллионов. Война шла долгих 4 года – 1418 дней, 34 тысячи часов. И каждую минуту Великой Отечественной погибали 12 советских граждан. И если по каждому погибшему в стране объявить минуту молчания, Россия затихнет на 32 года. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике завершился победой российской сборной. Именно нашим спортсменам удалось задать темп соревнованиям с самого начала и удерживать лидирующую позицию до самого финала. Подробнее о чемпионате в нашем следующем сюжете. В течение двух дней трибуны на Олимпийском стадионе не утихали ни на минуту. Ведь тут шла борьба за кубок командного чемпионата. А значит, от выступления каждого спортсмена зависело положение сборной в турнирной таблице. Для нас было важно каждое очко, чтобы не в зависимости как спортсмен чувствовать себя на дистанции, в секторе, чтобы каждый боролся до конца. И хотя бы одно очко – это уже задача минимум. Ну, конечно, задача максимум – это первые места. Лично я честно скажу, оно не так ответственно. Не так ответственно. То есть, ну, проще, ну, не то, что проще относишься, но команда очень-очень волнительная. Очень действительно хочется, чтобы команда выиграла. Поэтому волновался. Сегодня сильно нервничал. Соревнования открылись с женских прыжков с шестом, где российскую сборную представляла Анжелика Сидорова, спортсменка, представляющая в национальной команде Москву и Чувашию. Она сумела осуществить прыжок в 4 метра 70 сантиметров, повторив свой личный рекорд. Перепрыгнуть Анжелику удалось лишь легкоатлетке из Германии – Сирке Шпигельбург. Своим прыжком Анжелика принесла сборной 11 очков и осталась довольна своим выступлением, как и зрители, которые после выступления ее еще долго не отпускали. Такая поддержка огромная. Все кричали, хлопали. Поначалу это немного трясло, меня даже от этого сильно очень волновалось. Потом, в принципе, наоборот, поднимало настроение, заряд придавало. Так что спасибо всем еще раз. За всех почти мы болели. Конечно, за своих. Особенно наша землячка. Она очень вдохновила нас. Я завтра же, сына, веду именно секцию прыжка в высоту, в шестом. Противостояние с немецкими спортсменами было не только в секции прыжки с шестом. В течение всего первого дня именно победители прошлого года были нашими основными соперниками, наряду с французами и англичанами. Все вам хорошо. Обидно, что проиграла только немцам. Ага, вот именно немцам. Ну, потому что у нас идет все-таки командная борьба, вот, а не личный вид. И они наши главные конкуренты. Как показывают прошлые года, немцы будут основными конкурентами нашими. Мы хотим выиграть, но мы знаем, что Россия гораздо сильнее, чем раньше. Мы были очень близко, но они оказались немного сильнее. Разрыв был совсем небольшим. Российская команда очень сильная. Однако первый день удачным стал именно для российской сборной. В копилке наших спортсменов 187 очков и далее в турнирной таблице закрепились Франция и Германия. Несильно изменилось положение во второй день соревнований. В лидерах также Россия, где легкоатлеты один за другим показывали достойнейшие результаты, что даже главный тренер сборной не усидел на месте. Конечно, ответственность чувствуется на каждом старте. Но я был удивлен и очень мне было приятно, когда ко мне приезжал главный тренер команды нашей страны. Обняв, поднял меня и сказал, Костян, молодец. Сразу какая-то осталась вся прошла. Я, буквально, рад. Нет слов. Рады и все болельщики России. Многие из них ехали на чемпионат не один день, заранее забронировав места в гостиницах. Мы целые сутки добирались сюда, в Чебоксары. На перекладных, на четырех автобусах доехали, удачно доехали. Знаете, когда душево увлекаюсь спортом и легкой атлетикой, не жалко ни денег, ни расстояния, ни времени, и охота приехать в такую даль. За сборную России по всем видам. Болеем как можем. Стараемся. Молодцы, хорошо выступаем, довольны. Принимаетесь очень хорошо. Достойную организацию соревнований в Чебоксарах отметили и сами спортсмены, их тренеры и представители международных легкоатлетических федераций. Все прекрасно, все на высшем уровне. Поддержка также для нас, для украинцев. Очень приятно. Мы ведь братья. Все на высшем уровне, как в Европе. Вот были командные чемпионаты Европы в Англии, Германии, Швеции. Я могу сказать, что у вас не хуже, а публика даже повеселее, получше будет. Проводя эти соревнования, мы можем сказать, что не только в Москве и Санкт-Петербурге мы можем проводить такого масштаба соревнований, а такие города, которые действительно теплые, уютные, и атмосфера действительно дружелюбная, люди открытые, и это очень радует. Хорошая организация соревнований очень помогла спортсменам. На счету нашей сборной 368,5 очков и золотой кубок командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Далее в турнирной таблице представители Германии и Франции. Но противостояние и конкуренция – это только на время соревнований. Как только накал страстей и эмоций стихает, на первый план выходят дружеские отношения, когда и пошутить друг над другом не грех. Екатерина Абрамова, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. Сразу после завершения командного чемпионата Европы министр спорта России Виталий Мутко встретился со спортсменами-триумфаторами. Спортсменов победителей командного чемпионата Европы журналисты встретили аплодисментами. А затем и сами спортсмены аплодировали министру спорта Виталию Мутко и главному тренеру команды Юрию Брзаковскому. Министр заявил, что гордится спортсменами и командой, которая боролась до последнего и победила. Мне кажется, такой турнир команды, это как жемчужина в легкой атлетике. Мне кажется, он очень удачный, когда только 12, по сути, стран, только финалы, только сильнейшие. И среди них вы самые сильнейшие. Это, конечно, здорово. И я скажу здесь, неважно, кто даже сейчас победил, кто какое место занял. Знаете, вот главное, что мы видели, что вы каждый выступали за страну и каждый чувствовал. Вот он, знаете, даже понимает, что он может первый не прибежать, не прибежать. Но вот ускорится хотя бы еще один балл, копилку. И это, конечно, здорово. Поэтому, конечно, вам огромное спасибо. И я всегда знал, что в легкой атлетике у нас работают самые талантливые, самые красивые, самые, знаете, вот преданные спорту люди. Виталий Муткопа обещал сделать все, чтобы у спортсменов не было проблем с подготовкой к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Михаил Игнатьев, в свою очередь, также поблагодарил спортсменов за красивую борьбу и красивую победу. Мы всегда готовы создать все условия, когда вы хотите по своим отдельным программам приезжать. Дай Бог всем вам благословения Всевышнего, здоровья и дальнейших побед. Низкий вам поклончик. У олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой свой взгляд на проведение подобных соревнований. Такие соревнования, как командный чемпионат, они объединяют. И это, конечно, действительно, нам служит как со стороны зрителей. Это ощущается вот эта энергетика, когда каждое очко бьется за хотя бы кого-то обогнать. Такие города, как Чебоксары, Казань, может быть, еще не совсем избалованы, как Москва или Санкт-Петербург. Но это говорит о том, что мы такие векторы именно в регионы проводим, такие соревнования именно такого масштаба. Это говорит о том, что как раз мы сильны не только столицами, именно такими федеральными городами, а именно как раз глубинками. Виталий Мутков просил спортсменов обращаться к нему с любой просьбой. Просьб не было. После такой победы говорить о них не хотелось. Хотелось праздновать. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. По окончании командного чемпионата Европы гости и участники соревнований поделились своими впечатлениями. На карте, скажем так, спортивной России появился еще один город, который способен проводить крупные события. Не случайно здесь сейчас в ближайшее время пройдет и чемпионат России, который будет квалификационным для отбора на мир. И здесь будет Кубок мира по ходьбе. Мы будем думать, как еще крупные события сюда отдавать. Потому что здесь с душой работают люди, с энтузиазмом. Ну и самое главное, в общем, открытая, добродушная публика. Знаете, такая гостеприимная. И поддерживала сегодня все спортсмены. Руководство Международной Федерации говорили о том, что не только своих спортсменов поддерживают, а всех. Они просто болеют за красивый спорт. Они поддерживают, мы видели, как они ловили, поддерживали, когда он пытался прыгнуть 6-0-1-0-2. Поэтому, конечно, для этого здесь все условия созданы. Так что спасибо всем. И, конечно, с огромной благодарностью вы сделали все, чтобы еще раз престиж России поднять и показать, что Россия не только Москвой и Питером сильна. Что Россия это многонациональное, большое государство, открытое. Для нас это очень важно. Спасибо. Я уже был исполнительным директором многих организационных комитетов соревнований по легкой атлетике в России, включая чемпионат мира в Москве. И каждый раз, когда заканчивается соревнование, есть какая-то неудовлетворенность, какое-то ощущение что-то не сделанного, недоделанного. Вот первый раз, честное слово, первый раз в моей жизни у меня есть удовлетворение. Я доволен. Мы практически реализовали все, что задумали вместе с республикой, с городом. И это действительно получился праздник. Нам много чего помогало. Все было за нас. За нас была погода. Хоть было жарко, но это гораздо лучше, чем дождь и холод, который был накануне. И нам помогло, конечно, хорошее выступление сборной команды. Это все создает настроение. Организация была на высшем уровне. Огромное спасибо. Пользуюсь случаем. Хочу выразить Михаилу Васильевичу Игнатьеву, Сергею Владимировичу Мельникову за столь высоко качественную проделанную работу. В общем, я могу сказать, от своей сборной и от других сборных, кто с нами общались, все просто в восторге. Президент Европейской ассоциации легкой атлетики приехал. Он просто сказал, вау. У него шокировало открытие соревнования сами. Насколько публика гостеприимна. И он говорит, такого чемпионата нигде никогда я не видел. Вряд ли увижу еще. Я говорю, ну вы приезжайте в Россию, давайте делать чемпионат в России. Но в частности здесь, если это будет вообще, вы всегда будете рады. Сегодня на еженедельном совещании временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил коллег и всех, кто имел отношение к организации и проведению командного чемпионата Европы по легкой атлетике за работу. Какие еще вопросы актуальны на этой неделе? В сообщении пресс-службы на портале органов государственной власти Чувашии. Открывая совещание, Михаил Игнатьев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме Чувашия названа в числе 10 лучших регионов России по данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Михаил Игнатьев отметил, полученная высокая оценка является результатом эффективного взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества. Сейчас, опираясь на полученные данные, необходимо улучшить свою работу. Министр образования и молодежной политики Чувашии Владимир Иванов проинформировал о ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Он сообщил, что аттестация прошла без сбоев, результаты ЕГЭ в Чувашии по всем предметам оказались лучше среднероссийских и более успешны, чем в прошлом году. Как всегда, русский язык лидирует у нас, наши выпускники хорошо его сдают, и при том здесь 41 стобальник. Мы все работы еще раз перепроверили, и 8 выпускникам, которые набрали 100 баллов, мы все-таки снизили несколько баллов. Почему? Потому что очень важно, чтобы потом эти выпускники, поступив в ВУЗ, к ним, работы, кстати, они еще раз будут проверяться на федеральном уровне, чтобы эти работы потом не аннулировали. И очень жестко мы проверяли всех стобальников с тем, чтобы опять-таки обезопасить результаты, и, соответственно, чтобы они потом после уже, как начнут учиться в ВУЗах, не пострадали. Мы считаем, что это оправдано, с учетом того, что 2-3 балла судьбу ребенка сегодня кардинально не решают. Благодаря принятым мерам информационной безопасности снизилось и количество нарушений при сдаче ЕГЭ. 10 в этом году против 29 в прошлом. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. К другим новостям. До дня республики осталось два дня, но гости уже начали собираться. В Чувашию с рабочим визитом прибыла делегация из Белоруссии. Весной этого года с официальным визитом в Белоруссии побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Тогда речь шла о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, электротехнической отрасли и химической промышленности. Вот и сегодня первым делом гости посетили чебоксарские предприятия. На ООО в НИРМ рассказали о продукции новых разработок. Гости осмотрели производство. Сегодня мы находимся в институте и сегодня было сказано, что часть оборудования работает на Минском тракторном заводе, на ТЭЦ-3. То есть сотрудничество идет, развивается. Нам интересно также сотрудничать в области поставки машиностроительной продукции сюда. Это комбайны, тракторы, зеленосушильные комплексы, это автобусы, в том числе на газовом топливе, это коммунальная техника, в том числе на газовом топливе. У нас давнее сотрудничество. Буквально в прошлом году мы сделали поставку на Минскую ТЭЦ, поставили свое оборудование в блочно-модульном здании. Сейчас работают наши наладчики и есть еще проекты. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится. После визита на предприятие гости отправились в Дом правительства. Там состоялось девятое заседание рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской республикой и Республикой Беларусь. Конечно, переживаем мы довольно сложные времена. В целом, если посмотреть по торговле, например, Республики Беларусь Российской Федерации, у нас произошло снижение, по сути дела, за начало этого года, за первые четыре месяца, снизился торговый оборот на треть. На треть. Это же и касается, по сути, вот и по Волжье, Приволжского федерального округа. Но, отрадно, что отметить, что все-таки с Чувашской республикой, вот по данным нашей статистики, у нас торговый оборот практически не изменился. И другие структуры. Между организациями Чуваши и Беларуси сложились тесные партнерские отношения. Взаимный интерес у нас существует производство сельскохозяйственных машин, станков, коммунальной техники, оборудования для производства и переработки пищевых продуктов, лифтового оборудования. Сегодня есть хорошие перспективы для развития сотрудничества в химической и электротехнических отраслях, легкой промышленности, в области возобновляемой энергетики. Обсуждать планы по сотрудничеству стороны будут еще несколько дней. Представители Беларуси примут участие в Чебоксарском экономическом форуме. Он стартует 23 июня. Ольга Пыречкина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии завершились праймери с предварительные внутрипартийные голосования. В субботу с кандидатурой на пост главы Чувашии определились выборщики восьми муниципалитетов. Первыми предвыборные программы потенциальных кандидатов выслушали выборщики Батаревского района. Все те программы, которые инициировала партия «Единая Россия», они эффективно реализовывались, реализовываются и будут реализовываться. Какие они? Это программа политической партии «Российское село». Детские сады «Дети». Объекты спорта любителям спорта, как и млад, так и стар. Дальше новые дороги к городам России. На уровне правительства, начиная с 2016 года, начнет работу программа уже строительства новых общеобразовательных школ. Кроме этого, это команда, формирование команды и намышленников для того, чтобы разрешать и решать все эти вопросы, которые есть. Михаил Игнатьев также подчеркнул, что главной задачей правительства остается повышение качества жизни населения, в том числе сохранение государственной поддержки особо нуждающимся. Предварительное голосование по определению кандидатов – практика, опробованная несколько лет назад на выборах в Госсовет. Однако в этот раз выбрана наиболее демократичная модель – праймерис, при которых обеспечивается максимальная открытость кандидатов. Процедура тайного голосования проходит абсолютно честно, прозрачно. Такая процедура, она больше ни одной партии не поддерживается. Помимо Михаила Игнатьева, проверить свои политические силы решили еще семь человек – врачи, учителя, общественные деятели. В своей программе я бы остановился в дополнении к тем приоритетам, о которых говорил Михаил Игнатьев, чтобы наши молодые люди получили помощь в самоопределении, в цели и полагании, в проектной деятельности. Потому что тогда они смогут создавать новые компании, они смогут создавать новые рабочие места. И добавим сюда приоритет республики в плане поддержки предпринимательства. И вот вам, пожалуйста, экономический эффект в виде дополнительных ресурсов на решение социальных задач. У выборщиков всех трех муниципалитетов была возможность задать кандидатам свои вопросы. Интересовались, к примеру, планами развития села и сельского хозяйства, дальнейшим усовершенствованием системы образования и здравоохранения. После знакомства с предвыбранными программами обсуждения несущих вопросов состоялось тайное рейтинговое голосование, в котором участвовали выборщики партийных отделений. Батревского, Шимуршинского, Яльчикского, Канажского, Янтиковского, Цивильского, Красноармейского, Чебоксарского районов, города Канаж. По итогам голосования за кандидатуру в Рио главы Чувашии Михаила Игнатьева в Батревском районе проголосовало 194 из 200 выборщиков, или 97%, в Канаже – 92%, в Цивильской – 93,9% избирателей. Михаил Игнатьев поблагодарил всех за доверие. Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. В Новочебоксарском городском суде начались слушания уголовного дела по факту стрельбы у ночного клуба в Новочебоксарске. Перед судом предстанут двое жителей Республики Мариэл. В ночь с 19 на 20 июля прошлого года молодые люди открыли стрельбу из охотничьего оружия по посетителям ночного заведения. В результате пострадали четыре молодых человека. Они были доставлены в лечебное учреждение Новочебоксарска с различными огнестрельными ранениями. После совершения преступления Ваган Хачатрян и Никита Ермаков выехали за пределы Республик Чуваший и Мариэл и были задержаны в августе прошлого года в Московской области. Им было предъявлено обвинение по двум пунктам уголовного кодекса – покушение на убийство двух и болей лиц и умышленное причинение двум лицам тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия один из обвиняемых свою вину не признал, а другой обвиняемый свою вину признал частично. В ходе следствия необходимо было допросить большое количество свидетелей. Сложность заключалась в том, что молодые люди подъехали на парковку в тонированном автомобиле без государственных регистрационных знаков. Соответственно, пострадавшие их лиц не видели практически, в связи с чем необходимо было установить, что за рулем автомобиля и в качестве пассажира находились именно эти обвиняемые. В случае доказательства вины подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. По каждому из предъявленных пунктов обвинения. Татьяна Леонтьева, Рассель Мухаммедов, Республика. Крутые повороты, рев моторов, всплеск адреналина – все это автогонки. В Чебоксарском районе прошел открытый чемпионат Чувашии по автомобильному спорту. Соревнование по автомобильному спорту открытого чемпионата Чувашской Республики кросс на Кубе главы Чувашии проходит в Чебоксарском районе рядом с деревней Чешкассе. Кросс юбилейный, проходит уже в пятый раз. От старта до финиша – 1 километр 200 метров. Секунды отделяют участников от заветной победы. Напустывал спортсменов, временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Свободный заезд был самым зрелищным в за счетных классах автомобилей. Сейчас очень интересный заезд был, я вернулся, полили трассу. Трасса стала практически ледовая. То, что мы вчера ездили, это что-то грунт-асфальт, вот можно сказать. Но сегодня было очень скользко, вот этот заезд. Ну, просто так, эмоции зашкаливают действительно, потому что удержать автомобиль чрезвычайно сложно. Сложные повороты, где-то полили сильнее, где-то меньше, поэтому было непросто. Соперники сильные, ребята тоже. Ну, посмотрим на результат. Трасса подготовлена на совесть, подчеркивают участники соревнований. В Чувашию приехали спортсмены из Сатарстана, Марийской Республики, с Кирова. Профессионалы знают толк в этом деле. Трассу все сами сделали, готовили днями и ночами. В общем, помогла, конечно, дождь. Есть будущее соревнование автоспорта, значит, это будет. Так как глава поддерживает автоспорт, спортсмен сам. И нам самое главное не подвести, стараться держать в таком же тонусе. Но погода все равно вносит свои коррективы. Аспиратура все-таки высокая, и, соответственно, двигатели испытывают определенную нагрузку. В остальном, все замечательно, организация супер. Выброс адреналина, положительные эмоции, естественно, новые друзья знакомые. Ну, и, соответственно, совершенственные навыки. Это в первую очередь, наверное, даже, да. Гоняешь здесь, весь выброс, кидаешь адреналин здесь, а на трассе уже спокойно, культурно. Все замечательно. Судьи наблюдают за заездами по всему периметру трассы. Они тоже сопереживают участникам. Титулованный чемпион России, победитель ралли Париж-Дакар Владимир Гольцев с удовольствием приезжает в Чувашию на судейство. Секрет победы. Вот надо научиться управлять, во-первых, своими эмоциями. Ну, и владеть некоторыми приемами управления автомобилем. Ну, и не опаздывать, как на поезд всегда, знаете, надо все делать вовремя. И правильные действия управления автомобилем. Организаторы считают, что в перспективе Чешкасинская трасса вполне сможет принимать и соревнования Кубка России по автомобильному спорту. Регина Кубайкина, Дмитрий Ковалев. Добровольцы-пожарные со всей республики в минувшие выходные соревновались в мастерстве. Ежегодные республиканские соревнования прошли в поселке Урмары. Огонь, вода и медные каски. Эти люди не понаслышке знают, что такое чрезвычайные ситуации и как найти выход из самых сложных положений. Все потому, что они добровольно пополнили ряды пожарных. Тушение, оказание первой помощи, устранение последствий автомобильной аварии. Все это стало испытанием для пожарных добровольцев со всей Чувашии. Каждый год мы проводим такие мероприятия. Они нужны. В первую очередь, наверное, показать свои навыки, умения. И немаловажно то общение, которое происходит между вами в период этих соревнований. Доброе такое, позитивное общение. Ну и, наверное, это символично вдвойне, что мы проводим эти мероприятия на Урмарской земле, которая богата традициями пожарной охраны. Очень много выходцев с Урмарской земли работает. Ну и работала. И будут надеяться, что еще и будут заработать и служить в нашей системе. Позже силу и ловкость волонтеры продемонстрировали и в других состязаниях. В конкурсе по перетягиванию каната и греф-дарт в товарищеском матче по мини-футболу. Результаты команд определили итоговый расклад. Первое место взяли жители села Шаркистры. Добровольцы села Хадара оказались на втором. А завершили тройку лидеров жители Хармалинского сельского поселения. Юлия Важенина, Республика. В связи с праздничными мероприятиями 23 и 24 июня в Чубаксарах ограничат движение и стоянку в центре города, а также парковку у мемориального комплекса «Победа». Два дня с 22.30 до 0 часов 30 минут автомобили не смогут проехать по улицам Карла Маркса, Константина Иванова, Ленинградской, Композиторов Воробьевых, Калинина, Ярославская, Проспекту Ленина, Президентскому бульвару, Красной площади и Московскому проспекту. Это не касается маршруток и легальных легковых такси. Объезжать закрытые участки можно будет по улицам Гагарина, Пирогова, 30-й автодороги и проспекту Никольского. 24 июня также ограничат движение с 17.00 до 18.45 по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, Композиторов Воробьевых, Ленинградской и Красной площади. Объехать можно по улицам Энгельса, Ярославской, Президентскому бульвару. Для автобусов городских маршрутов на этот период будут действовать остановки ОАО «Строитрест-1», «Гимназия-2», «Медсанчасть МВД» по улицам Энгельса и Ярославской. Кроме этого, на ряде улиц запретят стоянку 23 июня с 17.00 до 24.00 на Красной площади, Президентском бульваре и улице Ленинградской. 24 июня с 12.00 до 18.45 по проспекту Ленина и улице Карла Маркса. Также напоминаем, что 23 и 24 июня троллейбусы и автобусы будут работать по продленному режиму до часа ночи и до полуночи соответственно. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова